Всем привет! В этом видео говорим о шинах SUV. Ну а в рамках большого видеоролика ТОП-7 зимних шипованных премиальных шин SUV для кроссоверов и внедорожников снимаем короткие видео о каждой шине участницы. В них мы рассказываем об основных технических решениях, то есть видимых элементов, как они работают и какую выгоду вы от этого получите. Плюс замеряем глубину протектора, ширину канала, твердость резиновой смеси и взвешиваем каждую шину. Ну а основной вердикт, рекомендацию к покупке сможете посмотреть в главном ролике ТОП-7 зимних шипованных премиальных шин SUV на нашем канале, ссылка на который находится внизу в описании и в правом верхнем углу. Перед вами зимняя шипованная шина Yakahama Ice Guard Stat IG65. В этой модели Yakahama применила направленный рисунок протектора, на боковине стрелка, указывающая направление вращения и маркировка Rotation. Большинство, более 90% рисунков всех производителей зимних шин это направленные, потому что они быстрее очищаются и создают хорошую тягу. Размер шины 235, 55, R18, 104T, 190 км в час, маркировка XL, Extra Load усиленная. Касательно внутреннего строения ничего не могу сказать, нет маркировки на боковине, то есть Yakahama эту маркировку не разместила, только написано Steel Belted и Tubeless. Рисунок протектора производит впечатление такого монолитного, есть ярко выраженное центральное ребро, вот оно, сформированное такими V-образными блоками. Все эти блоки жестко соединены между собой. Центральное ребро, такое достаточно широкое, всегда это точка опоры на высоких скоростях. Блоки, соединенные между собой мостообразными перемычками, сделаны для чего это? Для того, чтобы шина быстрее реагировала на повороты руля, и у вас была устойчивость в продольном направлении и поперечном. Плечевые блоки, вытянутые формы, трапециевидные. Они имеют разный размер, то есть есть блок больше, блок меньше, блок больше, блок меньше. Ступенчатый шаг блоков протектора применяется шинниками для того, чтобы снизить шумность. Ну и, конечно же, ступенька, ступенька это для того, чтобы создавать тягу. Глубина протектора этой шины 8,93. Ну, в принципе, для такого колеса это нормально, потому почему производители не делают глубоких протекторов для шинцов. Ну, потому что большой вес автомобиля, и если вы будете делать блок выше, а, соответственно, глубину протектора увеличивать, вам нужно будет работать с резиновой смесью, непосредственно как-то делать блок более жестким, чтобы, поворачивая в продольном поперечном направлении, у вас не плавал автомобиль, и, соответственно, блок не играл. А это усложняет конструкцию и, соответственно, удорожает шину. В блоках протектора у нас размещены ламели, вот они такие, молниеобразные. Протяженность их от одной плечевой зоны до другой. В плечевых блоках это 3D ламели, то есть внутри есть выступ и выемка. Такая ламель быстро закрепляет блок, соответственно, делает его жестким. У вас блок становится монолитным, это лучше для управляемости, плюс создаются жесткие грани для создания непосредственно торможения и тяги. На краях блоков, соответственно, и на краях вот этих прорезей, ламелей, будут образовываться резиновые задиры, которые будут активно работать в моментах тяги и создания непосредственно устойчивости как в продольном, так и поперечном направлении. Ну и, конечно же, в торможении. Канал у нас плечевой, открывается в плечевую зону поперечную. Он достаточно гладкий, не широкий, 6,4 на выходе. В принципе, с учетом такого количества резиновой смеси, ширина канала говорит о том, что производитель большей частью подумал о том, чтобы создать больше трения. Именно трения на обледенелых участках. Когда вы видите не широкий канал и большое количество резины, значит, хотели создать трение. Шипы противоскольжения. Здесь Якахама применила 20 рядов шипования. По заявлению производителя, в шинах они применяют от 158 до 172 шипов, в зависимости от типа размера. Шип новой формы, вытянутый, с многогранным сердечником. В шипе применяется трапециевидная пятка для того, чтобы лучше удерживать его в протекторе. Но, в принципе, всем советую после покупки шины. Это 300 км, скорость 80 км в час, без быстрых ускорений и торможений, чтобы шип прикатался. Он встанет на место и тогда прослужит вам достаточно долго и не будет выпадать. Резиновая смесь здесь на основе силики и апельсинового масла. Якахама применяет еще специальные гели с абсорбирующим эффектом. Это на микроуровне. Она собирает микропленку воды из поверхности льда. Тем самым резиновая смесь осушает поверхность и осуществляет лучше трение. И, соответственно, вместе с шипами более делает эффективное торможение. На боковине есть знак «гора с тремя пиками» и «снежинка» внутри, который говорит о том, что шина предназначена для эксплуатации в суровых зимних условиях. Вес шины в этом размере 13,3 кг. В принципе, это нормальный вес для такого колеса. Можно сказать, что шина достаточно легкая, соответственно, будет хорошо вращаться и экономить топливо. Ну вот, пожалуй, все, что можно сказать об этой шине. Ждем ваши отзывы и комментарии. С учетом того, что в реальной эксплуатации мы хотели бы проверить, насколько наш диагноз технических решений и того, как они будут работать, подтвердился при эксплуатации на ваших автомобилях. Поэтому пишите. Ну а вам желаем удачи на зимних дорогах. И ждите следующих видео, которые мы уже готовим для вас. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!